всем привет рада вас видеть на своем канале в этом видео я вам покажу покупки за достаточно долгий период времени и честно я это видео снимаю уже третий раз потому что каждый раз мне не нравится результат но надеюсь хотя бы это видео наконец-то выйдет на мой канал и я вам расскажу про все эти покупки давайте я вам покажу сначала свои покупки из сифара и это декоративная косметика зачем я вообще туда зашла за пудрой за своей любимой туфейст какао пудра которая пахнет обалденно которая идеально смотрится на лице и вообще она полностью меня устраивала по всем параметрам но когда я туда пришла оказалось что только этой пудры к сожалению нет в наличии весь остальной ассортимент есть поэтому я ходила выбирала наткнулась на пудру make up forever hd но в своей стандартной большой версии и хотела уже купить ее как мне консультант предложил грета вы не хотите на эту сумму две какие-то пудры попробовать и соответственно подвела меня к вот такому стенду замечательному с миниатюрами поэтому я выбрала себе вот эту make up forever hd очень давно я ее хотела к сожалению тонального крема в моем оттенке не было дает тоже этого hd но вот пудру я взяла обычную универсальную которая идет с такой прозрачной текстурой невесомой пудра просто замечательного качества пудра вот такая она белая но этого белесого цвета не видно ни на фотографиях не при видеосъемке она наоборот отлично подсвечивает изнутри кожу она отлично матирует и поэтому я все-таки возьму себе полноразмерную версию очень понравилось вообще не сушит кожу замечательная а вторую я выбрала вот такую рассыпчатую и здесь кстати скажу вам сразу что в hd здесь у нас 2 грамма маленькая конечно она ненадолго ее хватит вот и это у нас пудра кэт вонди первый раз знакомлюсь с этой косметикой с этим брендом косметики и здесь 5 и 4 грамма то есть это больше половины вот такой полноразмерной но это у меня карго hd почему я ее взяла для сравнения потому что здесь 9 грамм и вот эти 9 грамм у меня уже три года и не видно ни конца ни края этой пудры поэтому мне кажется что данную пудру я буду использовать тоже как минимум года два так как сейчас я пользуюсь абсолютно каждый день дома ну в смысле когда я дома делаю макияж да а с собой уже в сумочку беру вот эту hd ну и показываю вам вот так для сравнения чтобы вы понимали это тоже универсальная пудра прозрачного оттенка но в отличие от предыдущей если у той белый оттенок в упаковке то здесь он такой более телесный опять же нет никакого оттенка но при этом лицо матовая кожа не слишком заматирована и это повседневной жизни смотрится очень натурально на лице пудра шелковистая и еще мне очень нравится смотрите здесь даже спонжик есть вот такая крохотка миниатюрка закрывается вот и здесь собственно сама пудра которая очень легко достается я просто вот так на кисточку куда делаю при том что маленький размер это удобно и она не рассыпается везде вокруг советую что одну что другую пудру далее мы были проездом в дюти фри конечно же я туда зашла но очень очень быстро и успела взять только вот такой тональный крем о котором но тоже давно уже слышала и хотелось мне его протестировать это стилла удер даблая обычная версия сейчас у них вышла еще ньют который мне тоже очень очень хочется но я к сожалению не было в дюти фри и здесь у нас spf 10 это очень стойкая тональная основа это самая отличная тональная основа из всех которые мне когда-либо в салонах наносили визажисты наносили я пробовала именно по своей стойкости и по соотношению с плотностью эту тональную основу не чувствуешь на лице вообще при этом она совершенно матирует все недостатки на коже даже если у вас не идеальная кожа с прыщами с высыпаниями и вы должны использовать по крайней мере на какие-то праздники до использовать вот такие тональные основы то мне кажется просто прекрасней варианта для вас не будет ее не чувствуешь на лице ее не видно на лице на настолько сливается цветом кожи если выбрать правильный оттенок у меня оттенок 1 n 2 это новый у них оттенок вышел который ну практически универсальный практически подходит всем он в меру теплый в меру холодный но вот нейтральный нейтральный вот но не самый светлый потому что 2 идет циферка 2 отличная тональная основа все скрывает матирует опять же в меру нет такой маски на лице что прям вот вечерний макияж либо макияж для видео для фотосессии настолько стойкая что бывает я всегда наношу суда сначала для того чтобы разогреть тональную основу и потом наношу на лицо вот и бывает так что я просто не могу отсюда смыть это пятнышко если у меня нет мицеллярной воды под рукой потому что мицеллярной водой она смывается хорошо а водой вы не смоете да идеальный вариант для свадеб для а также каких-то торжеств ну для такой погоды вот я часто носила когда мы ходили куда-то был снег дождь до зимой отличная вторая тональная основа уже на каждый день от буржуа я выбрала оттенок 51 это знаменитая healthy mix но у меня еще не было вот этой версии в стеклянной упаковочке здесь написано 16 часов однозначно нет тональная основа по-прежнему по сравнению с той которая была в пластиковой упаковке также приятно пахнет здесь также много витаминов и по крайней мере да вот она не держится 16 часов на лице она дает такое полуматовое покрытие среднее покрытие да то есть это не плотное плотного будет сложно с ней добиться но в отличие вот от прошлой тональной основы почему она мне не нравилась потому что она держалась очень мало на лице то есть буквально четыре часа хорошо и потом она потихоньку начинала исчезать лица вот а в этой тональной основе такого нет сегодня она у меня тоже кстати на лице но я немножечко с иллюминатором от faberlic и и смешала чтобы было больше свечения вот а так она дает больше матовый вариант и мне нравится то что она легко наносится легко распределяется спонжем кистью руками я вообще наверно года два уже как не наношу тональную основу в общем мне понравилось могу советовать именно вот так на каждый день и еще два продукта декоративной косметики покажу вам тоже сейчас на мне вот такой лайнер которым я пользуюсь уже более трех месяцев вообще он двухсторонний это за body shop кстати очень черный на насыщенный цвет подводка сразу скажу что она очень стойкая но при этом она не водостойкая то есть если попадает снег слезинка вот то она может растекаться в краешке глаз но при этом она отлично наносится то есть раз-два и стрелочка готова от толстой до тонкой можно нарисовать не рисует пробелами главное конечно ее держать как и другую любую вот такую подводку фломастер вот так да ну а теперь давайте так плавно перейдем к уходу за лицом потому что мне не терпится вам про эти средства рассказать хотя начну я с одного не очень удачного продукта для ухода за лицом это вот такой итальянский производитель вератива по моему как-то так деликатное мыло для умывания здесь написано что содержит экстракт алоэ вера пробиотики ну в общем мне понравилось вот это название плюс когда я выбирала себе какое-то средство для умывания мне прям так его расхвалили в этой аптеке что но она такое замечательное такое мягко во первых тут написано что дим океан это не дим океан ни один раз попала в глаза и это был кошмар поэтому я всегда стараюсь вот так просто обходить вот эту зону потому что очень сильно жгет глаза дальше это мыло не для потребностей кожи в 20-30 лет в этот период вырабатывается и кожный жир и кожа может быть нот у меня например она комбинированная нормальная до сейчас она слишком мягенько она не работает так как бы мне хотелось видеть эффект на своей коже как после другого мывалки мне кажется что это именно такое средство для очень деликатной чувствительной кожи подойдет либо туда за 50 лет когда уже не надо вот этого стягивания хотя и там бывает жирная кожа но если вот морщинки уже появилось такое вот она очень деликатно она так нежно смывает в принципе макияж но опять же я когда наношу лосьон она не убирает вот оконца я бы не советовала мне не понравилось ну и вот 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 она это средство которым не вам не терпится рассказать я наконец-то вспомнила про корейскую японскую косметику и думаю ну почему я про нее забыла на эти два года увидела и случайно на выставке и выбрала себе тоже при помощи консультанта но консультант оказался очень хороший потому что она мне подобрала потом как я читала по отзывам самые лучшие по отзывам средства во-первых это умывалка с улиточной слизью возможно не очень приятно это звучит но факт остается фактом это такая умывалочка нежная мягкая ее надо совсем капельку я наношу на свой любимый фарео луна и вспениваю можно при помощи специальной сеточки корейской можно при помощи рук но она настолько классно очищает кожу кожа моментально становится упругой поры стянуты и спустя неделю я уже видела такой эффект и оживший бодрой кожи это это потрясающая вещь особенно за такую цену она стоит мне кажется для этого результата она стоит вообще недорого даже по сравнению с предыдущей умывалкой то стоило 350 лей а это 200 по моему если я не ошибаюсь ее очень надолго хватит и да я не сказала что это производитель мизон я просто среди этой косметики корейской не знаю о чем вам первым рассказывать потому что все такое идеальное дальше это вот эти знаменитые патчи под глаза вот верьте что я их ни разу не пробовала дома мне и наносили перед макияжем но визажисты но как-то дома я надо было заказывать сахер и тут я их увидела конечно же сразу приобрела стоимость была по крайней мере на тот момент точно такая же как и на iherb вот и я теперь жалею что я не купила несколько упаковок вообще это на два месяца ровно после открытия здесь написано это такие золотые патчи вы увидите их в макро сейчас они пропитаны специальной жидкостью их можно оставлять от 15 минут ну чтобы увидеть результат и до бесконечности сколько у вас есть времени и тогда они практически растворяются здесь написано было что если их оставить на очень долгое время то они вообще растворяться на коже но я не знаю у меня столько времени не было но они с каждым часом скажу так они становятся все тоньше и тоньше и тоньше сразу убирают следы усталости припухлости темные круги я не знаю я просто мечтала о таком эффекте чтобы не идти в салон а получить его дома очень понравились у меня гол там конечно очень много было и буду я пробовать другие обязательно еще одна волшебная вещь у меня вот знаете в последнее время такая проблема с кожей то что она выглядела очень уставший после зимы после нехватки витаминов и я совершенно вот начиная наверное с декабря месяца не была довольна своей кожей и вот именно после этой корейской косметики я увидела результат это тоже мизон пептидный ампульный крем крем конечно наверное идет после 25 лет он настолько оживил мою кожу он настолько ее наполнил влагой напитал что кожа выглядит как после салона я действительно каждое утро просыпаюсь смотрю в зеркало и мне нравится моя кожа без макияжа мне нравится без тонального крема в том что в последнее время меня даже тональный крем вот вы представляете он меня просто не спасал кожа настолько уже выглядела просто уставший до 1 1 единственное правильное слово крем очень плотный его советуют наносить сразу после лосьона для лица чтобы меньший расход у него был но я когда как наношу все равно мне очень нравится как он распределяется он моментально делает кожу полуматовой моментально вот эти поры вот все такое ровненько и красивенько конечно состав здесь как и у любой корейской косметики он не самый лучший но результат такой что я очень советую попробовать имейте ввиду что мне девчонки писали в инстаграм что у некоторых была аллергия у меня такого нет и я счастлива просто что я могу его использовать что у меня еще осталось в уходе за лицом это тоже мои мастхэвы это тоже мои любимые средства это маски от freeman покупала их сразу скажу в румынии мне нравятся все все они разные практически по действию у них у каждой есть вот чем они похожи есть эффект очищения большей или меньшей степени но другие вот то есть вот эта маска она очень хорошо опять же освежает кожу то что для меня сейчас очень важно эта маска с асаи и она именно как больше очищающая я ее покупала при этом она совершенно не сушит кожу и подходит для всех типов кожи далее вот это одна из моих самых любимых она как маска пилинг небольшой потому что там есть такие скрабирующие диамантовые частички они прям блестят на лице то есть вот прям блестки маленькие они не царапают нисколько кожу и здесь моя любимая черника которая является замечательным антиоксидантом и она вот здесь сразу написано что возрождает сияние кожи и здоровый вид очень понравилась вот эта маска тоже советую и вот эту маску я уже покупаю во второй раз антистресс и вот она именно очищает поры но здесь так и написано и увлажняет кожу два в одном так оно есть на самом деле здесь такой позитивный цвет бирюзовый кстати как и вот это из асаи вот тоже точно такой же цвет все маски классные все советую ну и давайте закончим мы на уходе за волосами я обещаю что будет видео сначала про мой бюджетный уход за волосами надеюсь вам будет полезно интересно такое видео дайте знать об этом в комментариях кстати да я не знаю заметили вы или нет то что я значительно так убрала длину то есть я подстригла волосы наверное уже около месяца назад где-то 15 сантиметров мне просто захотелось срезать вот эти все неживые кончики ну те кто смотрит мой инстаграм и ссылочку я вот здесь сейчас оставлю как меня там найти проходите смотрите там очень актуальная информация всегда если меня здесь нет дальше эколаб значит вот такой ламинирующий шампунь из магнолий очень приятно пахнет магнолий я сначала когда его еще не тестировала сразу спрашивала у подписчиков в инстаграм stories нравится или нет и мне большее количество людей написали что не очень впечатлил этот шампунь а все остальные спрашивали ну как тебе ну как тебе вот так скажу что он для моих волос очень подошел я была сразу категорически настроена скептически потому что многие написали даже блогеры мне писали то что он не понравился и не подошел мне он волосы приглаживает мне он придает небольшой объем не делает пушистыми волосы и хорошо очищает то есть 3-4 дня я могу спокойно не мыть волосы но с моим опять же нормальным комбинированным типом волос длину не пересушивает корни тоже не пересушивает перхоть от него не появляется отличный шампунь и две маски покажу одна от faberlic салон салон ке смарт кератин называется маска восполнитель кератина для поврежденных волос единственное что мне не нравится в этой маске как и в других средствах для волос от faberlic это аромат вот он такой прям фаберликовский эйван faberlic мне сразу такая ассоциация идет хорошая маска она конечно не сделает вау как например даже следующую которую я вам покажу но маску вы знаете что я ее обязательно повторю она такая немножко жидкая но она хорошо наносится распределяется смывается не оставляет жирными волосы приглаживает их ну наверное она работает немножечко так больше сильнее чем обычный бальзам для волос поэтому я бы ее тоже советовала но особенно если вы пользуетесь опять же faberlic ну и самая чудесная для меня сейчас маска открытия для волос это более вот такая с маслами питательная по моему да здесь написано маска тоже для очень поврежденных волос здесь написано что не содержит силикона и вот этим она меня больше всего и удивила потому что обычно на моих волосах именно маски с силиконом шампуни с силиконом я не люблю а вот маски с силиконом мне необходимо чтобы пригладить волос здесь настолько восхитительный аромат что у меня просто слов нет написать это ваниль это что-то такое сладкое кондитерское которое оставляется потом на волосах но при этом она не навязчиво то есть подует ветерок либо вот как-то вы пройдете вот этот аромат доносится до тебя и до окружающих очень приятно некоторые даже думают что это какой-то парфюм во вторых мне нравится то что маска очень хорошо увлажняет и питает волосы при этом она их не утяжеляет она их замечательно разглаживает но еще мне нравится ее консистенция то что она не выливается вот и она очень плотная поэтому у нее маленький расход обязательно буду повторять ее еще но и последняя покупка которой я вам сегодня расскажу это моя очень давняя хотелка как блогера мне очень хотелось этот фотоаппарат это canon если вы смотрели мой влог я оставлю здесь ссылочку вы уже видели знаете эту новость знаете для любого блогера покупка камеры мне кажется это очень важное событие переход на новый уровень конечно сегодня это первый раз я снимаю все свои действия на камере я могу регулировать с телефона если в моей предыдущей 700 камере там надо было подключать компьютер через юсб в общем это такая конструкция о которой я каждый раз когда думала мне просто не хотелось ее лишний раз подключайте вот это все потом собирать а здесь настолько легко в несколько кликов ты делаешь себе и фокус и выставляешь абсолютно все нужные параметры это безумно удобно и не знаю как сегодня получилось но по крайней мере то что я вижу сейчас на телефоне и вижу на окошке этой камере мне очень нравится я вижу что качество гораздо гораздо лучше линза у меня я подпишу какая на данный момент выбрала именно ее они портретник который 50 1.4 я очень смотрела выбирала да это стоит дороже но с этой я могу регулировать самостоятельно вот например сейчас камера от меня очень близко портретник 50 я бы не смогла так близко поставить и вот снимать именно в таком ракурсе потому что там было меня видно наверное вот так на данный момент поэтому я надеюсь этой камеры теперь я буду снимать почаще потому что мне стало гораздо легче это делать ну и конечно же я буду учиться потому что стимул есть увидимся в новых видео пока-пока